С завтрашнего дня будет 22 рубля стоимость билета, стоимость проезда. Объявлений об увеличении тарифа кондукторы не делали уже года два. Именно тогда в последний раз повышали стоимость проезда до 20 рублей. Теперь к этой сумме добавят еще два. К грядущему подражанию готовятся все. Если пассажиры делают это в основном морально, ну или запасаются дополнительной мелочью, то транспортники уже вывесили вот такие таблички. И, конечно, сегодня она еще не имеет законной силы, но уже завтра цифры 22 будут отображать реальную стоимость проезда. Дороговато для нас, тем более ездят туда и обратно уже 50 рублей. Ой, когда же все же от жадности лопнут наши эти перевозчики? Ну что это такое? Постоянно, уже каждый год все увеличивается и увеличивается и увеличивается. А вот сам перевозчик говорит, что дело не в жадности. Повышение цены мера необходимая. Регулярно дорожают расходные материалы, топливо. Нельзя забывать про оплату труда сотрудников автопарка. Да и в целом особых плюсов подорожания нет даже у транспортников. Мы особо плюсов не ждем. Каждое очередное подорожание – это снижение пассажиропотока. И то, что вот за время того, что мы подавали документы, ждали повышения, но не могли и сейчас не можем поднимать зарплату и водителям, и персонал, и ремонт, и инженерно-техническим работникам. По сравнению с прошлым годом у нас даже на 1 декабря 2016 года у нас с города, с городских машин шли 13 водителей. Это очень ощущается. Если говорить о ценах за поездку, нижнекамские пассажиры заплатят 22 рубля. 20 отдадут те, кто пользуется транспортной картой. Проездной будет стоить, как раньше, 750 рублей для граждан и 1000 для организаций. Надо повышать, наверное, все равно по-любому повышать надо уже, потому что все дорожает. Они тоже должны деньги получать, я так считаю. 2 рубля все равно это надо купить, вот это бить, все остальное. Ночью перепрограммируют чековые принтеры. Первый автобус выйдет на линию в 5 утра, и к этому времени перевозчик полностью будет готов к тому, чтобы обелечивать пассажиров по измененному тарифу. Как показывает практика, новая цена на ближайшие год-два. Вадим Струминский, Максим Липин, Новости НТР.